всем привет в общем сегодня приехал на то озеро мутное на которое ездил ловить форель а по итогу ловил здесь судака отыскал в общем себе такую рыбалку в этот раз на это озеро я приехал целенаправленно ловить судака и заодно буду опробовать свои новые спиннинги которые специально заказывал для джига вот такие два спиннинга максимус один из них это микро джиговый до 7 грамм а второй до 43 уже для более серьезной рыбалки в общем сегодня буду пробовать эти два спиннинга будем пытаться ловить судака конечно же форель тоже будем пытаться ловить в общем давайте не будем затягивать будем начинать сегодня пораньше утром приехал сейчас как раз проверим утренний клев поехали для начала собрал я одну снасть на форель на посту поставлю потому что здесь форель если вы помните по-другому у меня никак не клевала где-нибудь вот здесь сторонке и поставлю пусть стоит а в основном буду конечно ловить сегодня на спиннинге ну все вот так вот поставлю пусть стоит может быть клюнет форель посмотрим подставку я забыл бубенчики тоже забыл это ничего страшного на самом деле подставка вот она нашлась на ровном месте что-нибудь сейчас подвешиваем просто болталась чтобы не пропустить поклевку вот так вот допустим все пусть стоит я буду заниматься спиннингом вот такой в общем у меня новый микроджиговый спиннинг хочу проверить его поначалу на форелевой блесенке легкой на трехграммовой хочу проверить именно по забросу как он будет по чувствительности вообще возможно ли им делать проводки блесенки форелевой вот такая блесенка прошлый раз я на нее здесь судаков ловил она вся вам поцарапана зубами специально поставил эту блесну потому что знаю насколько она летит с моим форелевым спиннингом есть чем сравнивать в общем ну конечно это не форелевый спиннинг нет у него той гибкости ты лапшеватости чувствительность есть поднялась вода с прошлого раза как я здесь был пока холодно руки мерзнут не особо понятно по спиннингу сейчас потеплеет уже можно нормально протестировать ну в принципе по полету приманки то же самое что и с форелевым спиннингом полностью все то же самое катушка шнур по полету то же самое но этот на 10 сантиметров длиннее рыба плещется восход солнца сейчас должен клев начаться здесь в этом месте вот она сейчас затапливают озеро набирают воды здесь вообще был берег поэтому здесь все заросшие травой и получается вот так вот на каждом забросе приходится очистить крючок от всякой травы ничего не поделаешь тем не менее здесь стоит судак почему-то непонятно почему по крайней мере стоял прошлый раз на той рыбалке когда его здесь ловил в принципе форелевые блесна можно использовать этим спиннингом сейчас будем пробовать уже его прямое назначение джиг будем пробовать ловить судачка сейчас попробую ловить на джиг вот такой довольно крупной приманкой пока что мы все-таки на судачка хочешь с открытым крючком возможно будут зацепы здесь за траву какой груз именно я не знаю здесь не написано думаю грамма 34 в этой головки есть вот ее сейчас и попробуем в общем ловить классическим джигом здесь практически нереально за счет дна переходим на форелевую блесенку прошлый раз всех судаков на блесенки на форелевые мы и ловили так что думаю этот раз не будет исключением перешел я в общем на этот берег но вот это впадение воды вода конечно в этот раз намного прозрачнее стало возможно поэтому судак ушел отсюда сотми ли с этой поэтому чуть позже мы отправимся его искать на глубину а пока полностью форелевые снасти и буду пробовать на них ловить на различные посмотрим форель будет клевать нет ну и может быть и судак как в прошлый раз о что-то было будет неплохо клевать на форелевую блесну прошлый раз когда я сюда приходил там сразу начинались поклевки моментально не меняю спиннинг хочу все таки на него кого-нибудь поймать и посмотреть как он будет на вываживании очень хотелось бы проверить его в этом плане на забросе он хорош лучше чем мой форелевый спиннинг здесь наверно за счет длины он на 10 сантиметров длиннее папа была поклевка блин это был судак форель она бы уже засеклась это был судак потащил дать и без особого удара но просечь не получилось блин сошла форель дергала 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 поэтому клюнуло но слетела на первом же прыжке ну такая нормальная форель кстати была не самая прям мелочь возможно этот спиннинг жестковат для вываживания может быть в этом и причина схода не вяжет он рыбу потому что нет настолько гибкий впрочем еще попробуем чуть-чуть сейчас побросать потом сменим все таки спиннинг еще один сход еще один сход и по моему это был судак я так понял просто прям нападение повис нет нет такого бешеного клёва как прошлый раз что только не попробовал здесь сейчас подвис судак я даже не понял что случилось тяну думал зацеп какой-то потом уже он пресканулся спрыгнул с блесенки в общем микроджики оставил в сторону пока что поклевок особо нет снарядил спиннинг джиговый второй который приобрел поставил 12 грамм головку вот такую вот приманочку на овсетник сейчас будем пробовать мы здесь тест от 14 грамм идет но я думаю 12 тоже должно быть нормально ух ты больно такая поклевка была четкая чуть-чуть зазевался нужно два раза дернул не хватило реакции в общем что-то задумался задумался в общем ничего не откусили надеюсь поклевка есть это хорошо значит судак здесь все-таки стоит сейчас мы его я думаю поймаем все-таки ну что поклевок здесь на милике практически нет 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 бьет мелкий судачок но не может он проглотить это длинный виброхвост поэтому сейчас пойдем туда на глубину взял две палочки с собой там попробуем половить в общем пришел сюда на дамбу здесь сейчас попробуем и джиг как работает ну здесь уже конечно интереснее потому что глубина больше на дно все равно здесь ил поэтому в руку ничего не стучит по крайней мере на 12 граммах сейчас попробую что-нибудь побольше поставить вот она первая поклевка надеюсь это поклевка я никого не забагрил и что-то там крупная судак огромный судак вот так вот я думал здесь таких больших нет если честно вот так вот ребята что скажете это просто охренеть можно смотрите какую судачину ничего себе вот это судачина вот это я не ожидал конечно такого если уж честно сказать да здесь килограмма два то точно есть офигеть вот это неожиданность да речи нет продолжим честно скажу что вот такого размера судака я точно даже не мечтал здесь поймать вот на такую вот самую легкую головку нашел поставил грамм 10 наверно ну вот уже интересней вот это уже намного интересней рыбалка пошла все смотрят под офигели какую рыбу вытащил не верится что на блесну поймал нет magic но силикон он мешки да я сам не думал что здесь такая рыба есть я я ловил судачков здесь но поменьше а такое я не думал тоже что здесь были бывает вообще на вот так вот с этой стороны дамбы побросать ты блин сразу удар ничего себе далеко как блин я конечно опять подсечку неправильно сделал слишком протянул я с подсечкой нормально дернул тоже неплохой был судак сто процентов там кабаняра был у папа блин опять поклёвка на это кто-то мелкий просто за хвост дергал ну давай еще одного такого же судачка было бы неплохо есть еще одного все блин сошел я моя здоровый был хороший был прям чувствовал что там кабаняра но такую резину поставил яркую болеем значит я не последнего огромного судака здесь выловил но когда прям вообще огромный был боли на жаль жаль в общем я даже и подумать не мог что в этом озере могут водиться такие монстры огромные вот так вот ну вот и пошли судачки он на форелевую блесенку ой чё делаю так возьмем долбят почти на каждом забросе но не цепляются такого плана рыбёхи стоять и блин ну это кстати нормальный такой размер не мелкий прям уж хороший судачок но тот которого я сегодня поймал просто в разы больше так что таких будем отпускать в общем поклевок пока больше здесь не случается сейчас пойдем туда на впадение воды еще раз прогуляемся попробуем там побросать и поджиговать заодно здесь какая-то рыба плавает а там дальше плескался прям кто-то такой неплохой о кого-то зацепил я не хочу подходить ближе не расшугать вдруг это форель вон там кто-то шевелится прям видно там рыба плавает играет это он что-то мелкое это есть блин это форель была я же говорю форель сюда зашла вон 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 разводы вот как она сошла блин вот это я нашел местечко по дороге так одну я уже уколол ну-ка еще попробуем а вот и форелька так и знал я что я ее здесь поймаю но мелкая вообще прям мелочь опа стоять а тихо ты блин мелочь вообще никакущая на том берегу форель клюнула на мою закидушку пойду доставать похоже опоздал далековато я был а нет сидит ничего себе куда ее сюда иди подалька 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 пойдет зубастая такая в общем принял решение все таки идти на дамбу пробовать еще одного монстрика выловить здесь по дороге сейчас пару контрольных забросов сделаю на форельку на форельку ух ты ух ты фрикцион ух ты в общем на самом интересном месте села батарейка на камере поймал я еще одну форельку там в этой протоке такую небольшую чуть меньше чем я на закидушку которую поймал в общем решил я все таки пойти попробовать еще одного монстрика выловить с дамбы на глубине потому что там на мелике поклевок вообще практически нет единственное вот в этой заводюшке мелкая форелька поклевывает еще была одна поклевка после этого сейчас посмотрим может судак сейчас начнет выходить хорошо но на мелике не видно его так форель не хочет переходим на джик будем сейчас яркими приманками уговаривать судака на поклевку ну давай судачок все кого то куда то идет непонятно вот он судачило еще один вот это рыбалка я понимаю когда такая рыбка клюет это прикольно ничего не скажешь ну хороший судак блин сейчас резинку откусит надо воспользоваться с помощью не то сейчас хвост резинки откусит он сто процентов а он ее и так откусил блин ладно фиг с ним ну что в общем иду я к машине на сегодня думаю рыбалку я закончу солнце уже закатилось ой нормальная такая трудовая рыбалка получилась ехал я чисто чтобы опробовать свои новые спиннинги попробовал потестил различные приманки и так далее наконец то я здесь форель поймал на этом озере мутном повезло и на закидушку и на спиннинги ловил и поклевки были и сходы в принципе тоже форели было немало судак тоже много клевал и сходил крупный тоже сошел очень блин поклевка была в общем неплохо порыбачил в следующий раз поедем на другое озеро есть на примете где вода почище чтобы мы могли половить уже форельку нормально на блесенку либо в следующий раз мы поедем на водохранилище за судаком целенаправленно с моими новыми спиннингами будем пробовать там ловить такого уже приличного судачка в общем все это увидите в следующих сериях на моем канале ну а на этом все я уже сейчас буду собираться закидушку соберу так на нее больше ничего не клюнуло да поеду домой уже сейчас темно станет все всем удачных рыбалок хорошего настроения пока пока увидимся на следующей рыбалке а